Центр, парк, хотел сказать по-русски, но это абсолютно уникальная история. Всегда у них уникальность. Что-то есть уникальное. Есть ли у проекта какой-то жесткий недостаток? Наша территория 15 гектар, все делаем с позинным паркингом. Вот эта набережная, она шикарна по прогулкам. За год у них могут через речку появиться большие пункты. Ничего страшного. Все зависит от того, что я не услышал самого интересного. С Урала? Да. Нет, Сибирь. Это фишка такая сибирская, я сразу узнаю. Есть такой понятный квартир для бюджета. Дебилизм. Я считаю, что нужно выбивать вообще покупателей. Ну, я с тобой тут не соглашусь. Какое шоу? Мы тут приходим покупать, мы тут шоу устраиваем. Да. Почему сразу продукт не сделать нормальный для покупателей? В данный момент уже те, которые не забронированы, 7,5. Ты просто можешь две купить. Откровенно, я же дал вас больше. Вот стоит человек, вы ничего не можете предложить ему. Да, но я не удивлен. Я уже поднимаю цену. Сейчас все посмотрят, придут, а ты скажешь, «Татя, не подымай». Ну что, блиц? Погнали. Привет. Это канал «Хочу квартиру» и рубрика «Лайфхакеры». Здесь говорим о недвижимости новых проектов. Хотелось к вам обратиться со следующим вопросом. Насколько вам нравится рубрика «Лайфхакеры» или переименовать в трех злобных покупателей? Потому что сегодня мы будем разбирать новый проект в Москве, который стартовал буквально на днях. И хотел бы вам представить Анастасию. Анастасия Кременчук. Эксперт рынка недвижимости. Более 13 лет опыта работы. Лауреат журналистских премий в области недвижимости. И будет смотреть себе проект «Подо что?» «Про жизнь, да». «Про жизнь ты будешь». «Подо что?» Я буду проинвестиции в этот проект. А нас сегодня представлен Сергей Смирнов. Сергей Смирнов – профессиональный риэлтор. Автор курса для агентов по недвижимости «Про бокатор мысль». Обучает и консультирует по вопросу недвижимости. Который будет защищать вас, отстаивать позиции покупателя. На той стороне ринга, можно сказать. Что-то ринга-то. Давай-давай. Да. Встали. Соответственно, Евгений Большаков. Евгений Большаков – успешный маркетолог в области недвижимости. Запустил на рынок ряд проектов из последних известных «Квартал Онлайн». Специально пришел под все проекты «Лидер Инвеста», чтобы создать такую же красоту и такие уникальные проекты. Поэтому он сегодня будет защищать этот проект. Итак, поехали. На рынке представлен сегодня новый проект «Центр Парк» от компании «Лидер Инвест». Находится в Нагатинской поэме. И, конечно, Жень, вопрос основной к тебе. Расскажи, пожалуйста, в трех словах концепцию этого проекта, что здесь происходит, а мы тебя будем уже допрашивать. «Центр Парк» – новый жилой квартал от компании «Лидер Инвест». Это современный жилой комплекс, набережный, зеленый парк и комфортная инфраструктура. Название из двух слов у нас «Центр Парк». Соответственно, с одной стороны «Центр» – это локация. У нас короткая ветка в сторону центра. Несколько станций, и ты уже гуляешь по центру. Это, соответственно, быстрые выезды на «Трешку», быстрые выезды по Андропова в сторону области. Соответственно, это близость зеленой ветки и одновременно кольца, соответственно, нового московского транспортного. Соответственно, это про «Централ». Вторая история про «Парк», потому что физически мы находимся между тремя парками. Соответственно, первый – это «Коломенский», один самый крупнейший, больших, красивых, но и любимых парков Москвы. Второй – это ровно через дорогу, вот прям за макетом находится… За мной. Да, да, соответственно, там большой парк, который сейчас преобразуется в русский «Диснейленд», парк мечты, если не ошибаюсь. И третья история – это через в эту сторону город вместе с нашими коллегами из «Зиларта» Тюфелевая роща, до которой можно дойти пешочком за 10 минут от места, где мы с вами находимся. Итого, вот она история с парком. И это еще не все, потому что, судя по макету, наша территория 15 гектар, при этом площадь застройки намного меньше. Большая часть зеленой истории. И второе – это мы все кровли невысотных зданий будем делать зелеными, тоже эксплуатированные. И, таким образом, «Централл» расположение, «Парк» – это как бы одна из наших уникальных, как говорят, «УТП». Оно и все вместе еще «Централл Парк», который от нас отправляет в Нью-Йорк. Помните, там, значит, зеленая часть, которая окружена высотными зданиями и вот и подобное. Потому что у нас застройка от пяти до тридцати трех этажей. А второе – почему мы, как бы, отличаемся, помимо, там, то, что у нас 270 тысяч квадратных метров, просто мало таких проектов в Москве, то, что мы находимся на полуострове. То есть для нас «Централл Парк» – «Жилой остров», мы назвали. Ну, конечно, игра слов, но полуостров настоящий. Мы видим, с трех сторон у нас вода. Класс объектов – только бизнес. И, соответственно, люди, которые будут покупать, они оказываются полностью в локации как географически защищенной, так и социальная, скажем так, одна среда. И получается вот такой жилой остров «Централл Парк». Какие здесь привилегии для бизнеса будут? Чем он отличается от комфорта? И почему не премиум вы здесь делали? Ну, сложившись на рынке – простая история. Наверное, там, все это примут, те, кто разбираются, там, бизнес – это или не бизнес. Первое – это невысокая плотность. То есть, как я сказал, от пяти этажей до 33 – это несколько башен, которые видовые. Мы выросли все-таки в среде советской, где у нас там пятиэтажки, максимум девятиэтажки. Перевыкли вот в зеленый, там, двор в центре. Соответственно, вот у нас она получается соразмерно человеку и комфортная вот атмосфера. Это одна часть. Второе – то, что все делаем с позитивным паркингом. Соответственно, коэффициент у нас 52 процента. То есть, 1,05. 0,52. Давай, чтобы было понятно, на одну квартиру полмашины места. Да, абсолютно верно. Тренд идет к тому, что выдавливают автомобилистов, соответственно, прям активно из города. Такси, каршеринг – это вот идет туда. Первая очередь началась. Здесь метро, технопарк. Как долго я буду идти до технопарка? Отсюда до метро, по-моему, три минуты. Три минуты, я что? Три минуты. И туда до первой очереди ровно столько же. Соответственно, ну, 8-10 минут. Мы сейчас говорим про первую очередь, которая, ну, она на краю нашего угла. Соответственно, она самая дальняя. Соответственно, дальше там вторая, и третья, и четвертая. И у них будет прокол, соответственно, вот через эту часть. Про бизнес-класс продолжим? А что ты вкладываешь в бизнес-класс? Это история с комфортом, который человек может получить. Первые этажи всех зданий – это коммерческая составляющая. Соответственно, у нас 11 тысяч квадратных метров коммерции. Соответственно, мы закладываем сразу четыре детских сада и одну школу. Соответственно, про комфорт и тому подобное. Дальше первые этажи, вот в коммерческом помещении высота потолков 4,5 метра. Соответственно, позволяет, ну, полноценно, красиво, с витринами делать вещи. А потолки в квартирах от 300 в чистоте. А, в чистоте. В чистоте, да. До 3,7 в чистоте. Это верхние три этажа вот в наших зданий. Там, соответственно, человек получает помимо видов. Плюс верхние этажи там более панорамные стекления, плюс еще потолки. Вы уже с отделки продаете? В первую очередь мы продаем, скажем так, мы называем корпуса 1.1 и 1.4. Это наша внутренняя история. И вот этот мы отдельно стоящий делаем с предчистовой отделкой полностью. White Box. White Box. Хотел сказать по-русски. Как это по-русски звучит? Что это такое? Белые стены. Почему? Он немного как бы отдельно стоит, соответственно. И мы считаем, это будет преимущество. Люди смогут быстро туда заселиться. И в следующих очередях будет весь набор без. Предчистовая White Box и полностью готовая чистовая. Просто как раз пройдя предыдущий опыт, я знаю, что сделать хорошо чистовую отделку нужно минимум полгода, а в идеале бы год. Соответственно. Потому что там планировки спроектировали, потом начинаете работать с дизайнерами, чтобы сделать набор хороших не визуализаций, а концепций. Дальше начинает туда рабочку сделать по каждому проекту, после подобрать материалы, потом сделать договоры со всеми поставщиками. Это прям работа. В первую очередь мы, по-честному, не успевали бы это сделать. Либо мы на год весь проект откладываем, соответственно, люди не смогут на год позже заезжать. Либо мы делаем такой миксер. А за год у них могут через речку появиться большие конкуренции? Ничего страшного. Отличную тему затронул Сергей – конкуренция. Чем вы отличаетесь от конкурентов, тем более Сергей знает здесь в округе все. Я так понимаю, через речку… Название назвать? Название. Ну, какая разница. То есть, мы понимаем, что здесь огромная территория Зиларта. Мы понимаем, что здесь Риверпарк. Мы понимаем, что там выходит еще… Левел. Левел. Левел выходит. Там мануфактура, самолет собирается садиться. Потом, я знаю, Южнопортовая стартует у Левела. Ну, я бы не сравнил. Я тебе могу рассказать, кто сюда основной потребитель. Кто? Вдоль Нагатинской набережности мы чуть-чуть на пригоры поднимаемся. Там старый-старый фонд. И, соответственно, большое количество жителей, они, в общем-то, хотят переехать просто в новый фонд, потому что идет большая смена поколений в районе Нагатинской. Вот это у нас получается Нагатинской поймы, там Нагатинская Затона, Коломенская. В общем-то, здесь идет активная смена поколений сейчас. У них другие требования. Да, у них другие требования, все остальное. У нас спрашивали вот эти корпуса, но это апарты. А апарты имеют свою историю, и, соответственно, часть жильцов здесь вообще, в принципе, расстраиваются, что сейчас нет детских садов, школ и так далее. Но все зависит от того, что я не услышал самого интересного. Стартовые цены. Почему? Потому что у нас очень много народа спрашивал апарты, они кончились здесь. У нас очень много народа спрашивал Зилард, но когда узнают стоимость хода в Зилард или в Парк Легенд, то тут начинается сразу… Ой, извините, мы, наверное, там куда-то бачком подвигаемся куда-то дальше. А Технопак, ты вообще знаете такое метро? Это сложнее? Нет. Очень тяжело. Когда едешь, где я работаю, говорят, это между автозаводством. Мы все объясняем так, все местные объясняют так, между Коломенской и автозаводством. Настя, у тебя есть? У меня есть вопрос. Да, мне просто не дают. Давай, давай. Я бы маленько вам рассказал, как вариант, чем отличается каждая очередь друг от друга. Да, интересно. Интересно. Про первое я немного рассказал. Соответственно, отдельно закрытую территорию этого корпуса, который спредчасовое. Между домами, у них там есть калитки и проезды пожарные, а все остальное – проезд для машин. Двор без машин. Соответственно, это первое. Второе – это вот это с двумя башнями. И одновременно та часть, которая вносится рядом. Соответственно, этажность от пяти этажей, соответственно, и две башни по 29. Башни видовые, с другой нарезкой совершенно. Соответственно, получается, двор большой, а он как раз… Это абсолютно уникальная история, когда бизнес-класс небольшой этажности в Москве. В Грея есть пять этажей бизнес-класса. Да ни у кого. Это всегда уникальная история. То есть вот сколько застройщиков, то всегда у них уникальная история. Что-то есть уникальное. Назови пять этажей в бизнес-классе у кого-нибудь. Внутри Москвы. Бизнес. В бизнесе нет, но эталоны есть такие проекты набуденного, но эталоны я бы не отнес к бизнесу. Вообще. Получается, и вот вторая очередь, она вот этим особенно. Плюс вот те башни, там высотность большая, будет мелкая нарезка. Как раз там есть такое понятие «квартира для пиджака», инвесторы и тому подобное. Студии вообще нет во всем комплексе. То есть мы считаем это не до жильё. Скажем так, я лучше буду жить в небольшой однёшке, но полноценной комнаты. С Урала? Раньше? Нет, Сибири. Сибири. Только в Сибири говорят однёрки и однёшки. А, серьёзно? Да. Я как человек поездил по стране. А ещё… Это фишка такая сибирская, я сразу узнаю. А я тебе скажу, как называют в Петербурге. В Москве называют «башня», а в Петербурге называют «точка». А вот всё-таки про пиджаков. Это расчёт на офисы? Ну да. Да, у нас большой сложился хороший кластер, соответственно, и люди для себя, и для инвестиций. Потому что в Москве есть большой недостаток класса А, свежих вводимых, соответственно, вставание с каждым годом. Ну, не знаю… Знаете, среди кого популярна парк Коломенск? В Коломенске очень популярно автобусами привозят огромное количество китайцев, и поэтому аренда и апарты здесь в каком-то виде должны были пойти. Я думал, как раз ест и выползет на них. Ну, здесь всё жильё, здесь апартов нет. Там, возможно, будет контракт… Апартов точно нет. Да. Возможно, будет одна из башен офисная. Здесь будет 3 с лишним тысячи квартир, соответственно, потенциально это где-то, наверное, 8 тысяч жителей. Потенциально это, наверное, где-то тысячи рабочих мест со всеми вот вещами загрузки. Соответственно, вот и появляется 9 тысяч покупателей потенциально. В первую очередь даётся когда? Через два года после старта строительства. Сейчас как ЗОЗ, вот какого числа получим? Плюс два года. 21 год. Вторая очередь? Со смещением на полгода. А будет какой-нибудь благоустроенный выход к реке, допустим, чтобы я, потенциальная мама, могла там где-то гулять? Всё-таки, ну, мы же не просто так продаём полуостров. Смотри, с точки зрения городского пространства, там будет, мы знаем проектировщика, но это делает город. Мы со своей стороны переход на ту сторону сделаем, а город дальше будет устроить набережную. Ну, это концепция всего города. На макете показан мост, который идёт туда, его сейчас физически нет. Его физически нет, но он уже физически в проектировании, его делает город. Он будет связывать нас и Зил-Арт. Ну, не Зил-Арт, а тут Зил-Юг и дальше Зил-Арт. Получается, по этой набережной можно будет уехать через такой подальший полуостров. И когда ты выезжаешь к Кремлю? Нет, к Кремлю. К Кремлю. Сейчас вот эти вот корпуса, они действительно имеют хорошую годовую характеристику, и вот эта набережная, она шикарна по прогулкам. Но, во-первых, здесь есть офисный центр, и через него можно выходить сюда на набережную. Вот здесь пока выхода пока нет. Да? Потому что сама пойма вот эта, она классная, да? То есть, к ней можно было бы выходить и гулять. Это уже сделано, часть территории, она похожа на западную, такую лофтовую историю. Вот какая у вас договоренность с этой набережной вообще? То есть, даже, проще сказать, городом заложено в проекте планировки территории прокол на набережную, и более того, без разговора даже к пешеходным мастерам на эту сторону. А можно я дальше продолжу? Я потенциальная клиентка, опять же, про жизнь. В 21-м году окончание строительства в первой очереди, а вот школы и детские сады, они в какой очереди запроектированы? Потому что, как Сережа сказал, некуда водить детей. Вот я приезжаю, куда мне идти? Как я говорил, будет 4 детских сада, и первый из них как раз, вот видишь, в день настоящий дом, и у него низкая такая пристроечка. Это несколько садов. Так, управляющая компания. К моменту ввода, в первую очередь, у нас будет своя УК, которая будет управлять, которая потом в следующей очереди присоединятся. Вот. Стоимость, естественно, через два года, ну, никто не скажет, и я в том числе. Единственное, важно, что это квартира, нет доплат за апартаменты, там, электричество и воду. Соответственно, видимо, среднерыночная по бизнес-классу. Бизнес-класс у нас в Москве там от 70 до 100. Примерно такой. А сколько квартир на этаже, подожди? От четырех до, по-моему, шести. Два лифта. Там, где четыре, один, естественно, там, где больше, два. А колясочные? Колясочные, все эти истории, на первом этаже как-то санузел, там гостевую и подобное, там, трап, чтобы помыть собаку, либо... Лапы собак. Про планировки. Про планировки, соответственно. Партерография, да. Партерография. Так как проект большой, то есть нам нужно все-таки всех, скажем так, разных людей удовлетворить, поэтому есть любители и классических, поэтому у нас 30% классики и 70% это евро. Студик, как сказал, нет. Максимум четырех кухня. Ты хочешь сказать, что у вас есть кухонки по 7-10 метров? Нет, я сказал, что будут кухни. Нет, ты сказал классика. Классика – это выделенная кухня, либо встроенная в гостиную. Отчасти 10 квадратных мистраций. Нет, я считаю, что нужно выбивать покупателей из этих стереотипов кухонка 7-10 квадратных метров. Никит, ну я с тобой тут не соглашусь. Почему? Потому что, еще раз, часть покупателей вот там, там за рекой, и они привыкли к такому. И, к сожалению, находятся деятели до сих пор, которые считают, что вот эта вот студия, когда у тебя гостиная с кухней объединенной и входы в спальню, вот запах по квартире от готовящейся пищи распространяется везде. А когда мы вот так вот сидим, вроде бы как из кухни так не пахнет. Тебилизм. Ну, слушай, ничего не сделаешь. А вот теперь мы начинаем самое интересное. Напугайте меня, стартовая цена метра от… Цены! Ой, поломаться еще, что ли, немножко? Да. Давайте. Все уже продано. Цена наша, это плюс, поэтому что говорить, от 160 тысяч рублей за квадрат? От 160. Сейчас. Я могу сказать тебе по аналитике, что сейчас творится с Коломенской. Я уже побежал ко вторичникам, сейчас цена у них начнет попадать, потому что в однокомнатных квартирах сейчас цена метра доходит так где-то 185 за метр во вторичном фонде. Колхозка. Колхозка, да. Двушки – это где-то 165, а трешки, ну, вот туда, в сторону Коломенской, например, набежной, это далеко очень метро. Там можно взять где-то 140 за метр квадратный. Это будет дома от 1984-го. Есть два корпуса, там, 2000 года построить, ничего больше нет. Ну, панель. Минимальная цена. В данный момент уже те, которые не забронированы, 7,5. Это нушка? Да. 40 квадратов. Это 40 квадратов – это через речку, считай, двушка, там малогабаритная квартира. Я, как инвестор, смотрю с точки зрения заработать деньги. Я по 166 или сколько там… По 160? По 160. Захожу. Выйти… Мои ожидания в год примерно 12% роста, итого там 20-25% на выходе ты можешь получить. Так, получается… 12 годовых. Ну, короче… До 200 ты хочешь сказать, что выросли. Да. У тебя? Ну, если ты по минимальной заходишь, это, грубо говоря, второй этаж, там, соответственно, да. Да. С маленькой площадью ты выйдешь на вторичке, в принципе, здесь, да, 185-190 смашивать. Объясню, почему. Да. Ну, во-первых, опять же, я тебе сказал, что есть Дрим парк и сюда. Парк Нечта. Это раз. Второй, я тебе сказал, что в Коломенской так, туристов прет немедленно. Третий, не забывай, это всего в двух остановках, десяти минутах от Аэроэкспресса по Велецкого вокзала, то есть, сюда люди приезжают. И четвертый, здесь огромное количество людей, переезжающих сюда на переговоры. Здесь центральные офисы, там МТС, насколько я помню. Райпа. Райпа. Это если вы говорите инвестиционно. Я все-таки хочу вернуться к одной очень маленькой. А какие площади большие? Большие у нас 100 плюс есть площади. Четырешка, да? Есть трешки, четырешки. Ну, то есть, вы не рискуете больше за сотку, там, 120 выходить. Есть возможность объединять, потому что так устроено, что если тебе сильно нужно, ты можешь взять 2 плюс 1, например. Или 2 плюс 2. То есть, если тебе нужна какая-то специфическая площадь или расположение, ты просто можешь 2 купить. Мы тебе по 2 ДДУ купим, его продадим, сделаем. А потом объединяется. Евгений, откровенно скажу, я же отдал от вас большую планировочку. Что за история какая-то колхозная продолжается с объединениями? Ну, реально. Ну, сколько мы можем людям давать продукты? Ну, вы можете объединить, ну, вы можете здесь соединить. Почему сразу продукт не сделать нормальный для покупателя? Вот стоит человек с четырьмя детьми. Вы ничего не можете предложить ему. Сергей, тебе 4? Да. Чего вы ему предложите? Ну, а какое? 120 или 130? Что с 120? Нет, подожди. Стоп. Ему нужно что? Ему нужно 4 спальни и пространство для жизни. Сколько таких людей? Сколько таких людей? Да. В бизнесе просто люди, они своим трудом потом крови деньги зарабатывают. И история с квадратно-метрами, которые нужно оплачивать, она критичная. Поэтому, если мы предлагаем планировки, эффективно их называют, меньшее количество кредоваров, но при этом с отдельными спальнями, то они выбирают такое. Мы будем стараться делать такое. Тебе не кажется, что вот мы никак не можем докопаться, да? Да нет, не докопаться. Я сейчас скажу. Так он красиво отбивается. Я сейчас скажу. И ветром, и все остальное. Я пошел уже доставать пушелек. Что-то здесь не так. Я скажу уже. Он хочет троих детей и четырехкомнатную квартиру. Это раз. Насколько я знаю, у вас уже открыты предпродажи. И если не секрет, скажите, пожалуйста, сколько на данный момент квартир продан? На сегодняшний день, смотря, потом 63 было. 63 и 600. При этой цене я не удивлен. Да, но я не удивлен. Я уже поднимаю цены в процессе. Подожди, не поднимай. Подожди. Люди посмотреть выпуск-то вообще. Да? Слушай, вот такая история. Сейчас все посмотрят и придут, а ты скажешь, Татя, не подымай. Для девелопера вот вес вашего шоу. Вся беда заключается… Какое шоу? Мы тут приходим покупать, мы тут шоу устраиваем. Да. Мы потенциальный покупатель, мы с Сережей пришли. Он бросил его. Мы стараемся для людей. Мы вообще делаем вашу работу. Она все-таки пожарная. Ну что, блиц? Погнали. Блиц? Ну давай. А давайте я вам тоже блиц. Давай. Какое животное у нас самое популярное здесь мы встречаем сейчас? Белка? Ни собака, ни кошка. Нет. Лиса. Да. Спрос номер два. Как называется этот залив? Старое русло? Нет. Все-таки так и не знаю название. Залив новинки. До революции в этом районе что… Как это было? Находилось? Что было здесь? Что росло? А, до революции? Да, до революции это относится к области биологии. Клен? Сосны? Нет. Фикус? Ну какой фикус? Яблочные сады. Остатки их остались у нас в Коломенском, соответственно, здесь. Исторически этот район был дикими такими яблочными садами. Потом только появился у нас ЗИЛ. Причем нужно сказать, что здесь не было производства на этой территории. Здесь был склад готовой продукции, машины стояли. Здесь машины стояли всю жизнь. По экологии все нормально. В советское время мне папа обещал, что когда-либо поедут в воду, появятся дельфины. Я каждый раз, как врачок переезжает от нас, смотрел. У вас был выбор купить любой проект «Лидер Инвестор». Вы купили этот? Да. Да или нет? Да. Второй вопрос. Есть ли у проекта какой-то жесткий недостаток, о котором вы знаете, но о котором вы заведомо нам не сказали? Честно. Жесткие. Подключайте… Ну вот здесь у нас ТЭКТО, а здесь будет еще там несколько. У них свои паркинги, там своя история, только плотно чуть повыше будет. А здесь будет… Вот так вот надо, да вон. Упс. Что? Да шутки. Правильно я понимаю, Жень, что вы начали строительство именно вот так, казалось бы, самые видовые вот эти специалистические вот здесь, но вы их продаете раньше, потому что им придется сложнее всех, потому что они будут нажатой стройкой с этой стороны с этой. Поэтому мы начали именно с этих корпусов. Неправильно. В первую очередь мы строим, который нас устраивает по архитектуре и по характеристикам еще и старой концепции, но фасады уже естественно новые и там все наполнение. А остальное получается у нас в экспертизе и дальше потом мы будем выходить и оттуда переделать. Только по этому. Отлично. И второй вопрос. Ну это тебе, блин, первый вопрос. Риверпарк или это? Нет, это концепция просто более цельная. Значит, первое. Мусоропровод будет? Нет. Не будет. Мусоросборная. И почему вы сделали угловые квартиры плохо? Плохо. Не с окнами, а со стенами. Как на это можно ответить? Да или нет? Вообще-то у нас есть в следующих очередях как раз угловые со стеклом. В первой очереди да, нет, но у нас в первой очереди как раз есть панорамные народы. Знаешь, есть граждане, которые говорят, что угловая квартира плохо, а в ней холят, да поддувают. Я как инвестор смотрю на этот проект, но хорошо, но все-таки добавочная стоимость за 2 года в 40 тысяч рублей меня не сильно вдохновляет. Это я по минимуму прохожу. Я думаю, тебе нужно выбрать подороже квартиру с уникальными какими-нибудь характеристиками, которые потом из-за этого станут дороже. Кстати, хорошая история. Сейчас это ограниченный пул какой-то. Уникальную квартиру, которую на рынке потом не выставляем? Да. Согласен, сделайте. А можно сделать все-таки предложение? Я рассмотрю. Никит, я даже тебе расскажу, какая уникальная квартира, она уже, я ее вижу. Ты уже забронировала ее? Нет, она вот в этом корпусе. Ну, допустим, какую-нибудь одну ху за 160 я бы взяла. Важно сказать, наверное, не сказать, что это плохо, что в каждой очереди всегда проекты, которые исчередны, чтобы они продавались и были интересны, каждая очередь всегда чуть выше предыдущей. Ну да. Да. Потому что у тебя, ну, застройка складывается, появляется инфраструктура, соответственно, и она по чуть-чуть, по чуть-чуть перерастает, чтобы на выходе стать вот такого. Я даю заключение такое, что я бы поставил проекту твердую четверку. Единственное, да, вам придется, заехав сюда, покататься в школы, да, куда-то, но здесь это решено все-таки не тем, что вы можете не личным транспортом везти ребенка, а то есть переехать просто через мост или поехать в сторону Кожуховской, там есть школы, да. Это единственное, что меня в этом проекте смущает. Спасибо, что вы были с нами, надеюсь, вам Центрпарк понравился, поэтому оставляйте свои комментарии, оставайтесь на канале «Хочу квартиру», подписывайтесь, жмите на колокольчик и вообще приходите в офис продаж Центрпарк или просто следите за нашим каналом. Пока! Пока! Ну все, пойдемте. В этом? А у меня по один раз такое было. Я так не могу! А ты будешь лысичкой? Я буду, да. А я буду зайчиком. А этот будет волк.